Рассказываем про старообрядческий церковный раскол. Сейчас язычники и рандоверы возрадуются поводу похейтить православие из-за очередной истории, когда христиане убивали христиан из-за религии. И вот это капитально не правы. Во-первых, язычники на религиозной почве воевали больше и чаще. Типичный повод. Поставили в лесу какие-то хмы и капища и теперь запрещают там охотиться. Типа лес священный. А здесь всегда охотились. И это значит, надо взять дубины и пойти драться. Христианство это безобразие прекратило. Христианство даже войны на почве феодальной раздробленности прекращало, правда, не всегда. Поэтому, в общем-то, его и называют государственно образующей религией. Но только в Средневековье, не сейчас. А во-вторых, воевали старообрядцы-христиане с никоновцами-христианами. А повод к войне – языческие предрассудки. Поясняю, христианство основывается на богословии, которое в книгах, книги надо отпечатать, книги надо читать, читать надо уметь и систему образования надо иметь, чтобы правильные книги читать и правильно их понимать. И этим занималась христианская церковь. И это было хорошо. А там, где церковь этим не занималась или занималась плохо, появлялись языческие предрассудки из серии «Борду стричь – страшный грех», «Кумы спить – страшный грех». Так же, как сейчас, мракобесы вещают, что телефон – грех, комп и прививка – грех. Короче, все – грех. Если мракобеса не остановить, он считает себя более и более умным, лезет в политику, высказывает идеи «Москва, Третий Рим», «Отца неправильно правит» и «Вообще царь кому-то продался» или «Вообще царь – это не царь». Поэтому церковная власть, которая в то время была еще и государственной властью, сразу начала все запрещать, всех давить, всех бить и церковные реформы проводить. Для любой реформы надо не только грамотность реформаторов, но надо и грамотность реформируемых. А не было ни того, ни другого. Иначе реформируемые по языческому принципу «мы так раньше жили, значит так правильно» начнут сопротивляться любым реформам, что и произошло тогда. Прямо как сейчас. Никоновщина на Гундяевщину похожа. За маленьким исключением, что сейчас буйные мракобесы – это просто ряженые клоуны, которые ничего не могут и ни на что не могут повлиять, а тогда монастырь – это вообще-то стратегический объект. Церковный приход – крупное, богатое феодальное хозяйство. А бояре и дворяне – это военная аристократия с боевыми войсками. Когда в 1669 году старобрядцы захватили Соловецкий монастырь, это было очень сильно не то же самое, чем когда в 2020 году сторонники мятежного монаха Сергия Романова захватили Среднеуральский монастырь. Если бы тогда старобрядцев не подавили, то они бы в ближайшую войну выступили бы против русского царя в лучших традициях феодального строя. И границы Российской империи сместились бы в сторону уменьшения. Продолжение следует...